так начинаем проведение лекции для курсанта алексея луга поступивших нам 28 числа февраля 2018 года проходящего стажировку на данный момент в отделе по проводим лекцию собственно да по правилам проведения трафик стопа трафик стопа повышенного риска также координирование так начнем с проведения обычно трафик стопа собственно представьте себе ситуацию видите вы нарушение кое-либо административного кодекса да ну обычно это связано с правилами дорожного движения например ну человек встречку нарушил до едет по встречке следственно включаете сирену начинайте движение за автомобильным подозреваемого по ходу движения ваш напарник кричит который сидит не за рулем что обязательно если вы один ну уж как-нибудь умудритесь пожалуйста кричит в мегафон на том что водители доносит требования до водителя который нарушает о том чтобы он прижался к обочине не выходил за автомобилей положил руки на руль и заглушил двигатель далее после того как он ну собственно подчиниться вашим требованиям ваш напарник ну или вы если вы напарник не за рулем а для начала вы паркуете автомобиль свой сзади автомобиль нарушителя так чтобы ваша правая фара шла по прямой линии как все левые фары автомобиля перед вами собственно нарушителя это будет показано на практике если вам не очень понятно как это должно выглядеть вот далее собственно напарник выходит двигается к автомобилю нарушителя проходя мимо багажника автомобиля нарушителя он касается рукой проводит там рукой я не знаю как ему удобнее в общем оставляет свои отпечатки пальцев делается для того чтобы было проще отследить автомобиль в случае чего или уедет или еще очень далее передвигается в окно к окну водителя и спрашивает в слэшду о том открыто ли окно соответственно чтобы или постучаться к нему или уже начать разговор случае того что она заперта соответственно постучаться банально или подать другой знак внимания если не реагирует человек никак в случае если открыто начинаем разговор сначала представляемся кто мы есть собственно добрый день я сотрудник лопадес амин посман например представляем гражданину или свое удостоверение или свой собственно значок номер значка это номер аккаунта так просто вот инфоте представляем значок или удостоверение дальше просим у человека документ удостоверяющую личность в нашем случае паспорт если подает отлично собственно если говорит там забыл не знаю еще кинуть от нас начинает придумывать приглашаем господина в патрульные автомобили едем департаменты спокойно находим человек по базам по базам находим через фотографию и все ну и вот так примерно есть ну допустим человек испугался до паспорт вам все ожидал или в принципе дал сначала сразу нормально объясняем человеку суть нарушения какой-то панта к что он значит расшифровываем и что ему за это грозит далее обязательно потому что наверно половина начинают сразу типа я не нарушал предъявите ваши доказательства господину говорим о том что в случае если он сомневается у него есть какие-то претензии и так далее пусть составляет на нас иск в суд там все разбирательство проходить и будет а на данный момент вы получаете штраф в размере соответственно наказание соответственно нарушению ну и все что за данное нарушение себя влечет какое наказание в случае 1а 1а к вождение подстрельщики что я упоминал ранее это 5000 штраф и лишение водительских прав так ну и соответственно вы даете штраф спокойно забираете если нужно права идете дальше желаете ну дальше смысле в свой патрульный вопрос можно счет да конечно ну и желаете свободного пути какого ранга можно забрать лицензия штраф с третьего лицензия с 6 если вы на втором это будете делать просто выдавайте предупреждение человеку или попросите напарника да если мы усиленном патруле вы можете ну или в принципе патрулируйте с кем-то вместе у кого есть нужный ранг просто сообщите ему в рацию скажите сейчас приводит офицера он выдаст вам штраф потому что полномочий у меня таких нет если же например ну нету 6 ранга вообще нигде да просто скажете сегодня ваш день я более гуманин по воду да да ну или ну потому что некрасиво говорите системно мне с 6 ранга нельзя поэтому надо отыгрывать рп и сослаться на что нибудь хотя бы боже мой адекватно еще что киндо вопросов проведения трафик стопа имеется можно не понятно но есть более вопрос не по этому поводу вот допустим то же самое было фигня допустим я получается поехал на встречку получается остановился там и человек стоял на встречке получает сломался типа я только типа помощь нужна там типа но решил отыграть рп подъезжает менты тот человек который сломался никому даже не подошли подошли ко мне начали выписывать не штраф и такой смысле шикарно прекрасного еще идеально не оставляйте пожалуйста свой автомобиль в любом случае так чтобы он нарушал пдд припаркуйтесь на своей стороне он только одного человека не двух человек ну в какой-то степени он конечно не прав но и тем не менее постарайтесь не нарушать в этом случае просто припаркуйтесь на своей стороне не оплачиваешь штраф все это будет тебе не оплачиваешь штраф на потом системно ты не будешь допускаться к управлению автомобиля по моему оплати так едем дальше проведение трафик стопа повышенного риска начнем с того что мы с этим на отлично тем не менее вы изъявили желание 9 лекцию я обязану вам это все объяснить мало ли какие-то детали вы упустили и я вам напомню или я упустил вы мне напомните проведение трафик стопа повышенного риска начну переходит трафик стопа повышенного риска с того момента если человек не подчиняется ну или нарушила по ходу езды какие-то уголовный кодекс светит оружием и так далее в общем начинается все с того что ну собственно едете его он не подчиняется например а крещите мегафон о том чтобы он уже остановился либо он будет объявлен в розыск так тонко намекайте на возможность того что будет ему реально неприятненько будучи в розыске если человек останавливается сам либо там врезался потерял сознание но желательно без потери сознания это все оформлять конечно допустим он куда-нибудь врезался или принципе остановился тем не менее нам уже без разницы 10 55 мы уже не проводим так он в розыске собственно уже смотрите парковка здесь не играет никакой роли то есть сзади останавливаться не обязательно но тем не менее обычно мы все так все равно и делаем уже по привычке суть следующая водитель выходит из автомобиля оставляет открытой двери становится за дверью и начинает целиться в нарушителя далее в это время координатор он же сидящий скажем на правом сидении да 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 вот так пока и скажем он кричит спокойно мегафон о том что преступник должен спокойненько заглушить двигатель открыть окошко и выключить ключи в окно делается для того чтобы просто преступник ходу задержания не сел автомобиль не уехал боже мой не дай бог далее когда этот преступник это сделает доводится следующие требования чтобы он выходил из автомобиля с поднятыми руками на пару метров и стал к нам спиной ну делается для того чтобы успеть осмотреть принципе имеется ли у него оружие и принципе так удобнее проверить процедуру ареста чтобы он не вытворил ничего лишнего в это время водитель уже давно у него целься теперь вылазит из автомобиля собственно виновник торжества координатор который сидел на короче пассажиром он сидел до вылазит спокойно подходит к со спины к преступнику ну и глушит его дубинкой там тазером начинают проводить арест арест проводится следующим образом в этом случае вы преступника заковываете в наручники собственно тащите капот автомобиля проводите полный или неполный обыск это ваше мнение имеет ли смысл проводить полный или неполный обыск ну смысле полный или неполный обыск вы провести обязаны но какой именно вид полный это ну скажем обшманать конкретно вот прям вообще с пристрастием не полный ответственно так похлопать просто посмотреть примерно без разницы слышит риск все равно и речь тут идет об отыгровки отыгровки далее когда вы провели обыски если вы нашли например запрещенные вещества виде наркотиков соответственно объявляйте федеральную волну о том что ну господа д за работу грубо говоря нашли для вас наркошу пожалуйста прийти заберите если они потребуют что вы приехали сами к ним ну будьте так добры да вы в офис бы до которых сан-фейро находится если не нашли ну все шикарно сейчас получается нарушаю типа то что я еду в другой город юрисдикцию до причины юрисдикции везу это придется еще написать то что и покидаю до нарушаем юрисдикции с городом с эфирой причина далее если например агенты д они отвечают связанные занимает наркотики везете в свой департамент все все просто далее собственно как вы провели обыск сайте спокойно в машинку его зачитывайте правилами ранды везете отдаете в департамент ну и попутно можно выдать штраф за те статьи которые он нарушил административного кодекса вопросов правилами ранды тоже надо забили да да правилами ранды биндить можно преимущество это никакое не дает соответственно можно использовать да у меня процесс бинт хороший очень ну то есть собственно составлял но все красиво его можно вязать ну то есть типа автохетки эндермена будет да но почитай на форуме правила для по чтобы ну посмотреть принципе чем можно отыгрывать миндом ну типа юрисдикцию допустим наверное думаю дубинку можно уже можно это мегафон тебя отыгрывать мегафон это спорная тема бокала запрещают но тем не менее как на моей памяти все продолжают пользоваться едем далее патрулирование правила о патрулирование прошу прощения координирования так ну собственно координирование у нас делится на вопросик вот эта вот девушка которая показывала видос координирование она стояла полностью лидерку маша она стояла на комиссаре правда не при мне до этого но маша отстояла комиссара да у тебя какие-то предрассудки по поводу пола да не просто нормально так отыгрывался на самом деле мне не очень этот видос нравится это ты про тот что полос по лос-сантосу каталась объясняла ну да да мне не очень нравится на самом деле но свой создавать тоже мудрогатаящую поэтому пока придерживаемся этого видоса ссылка по моему в поесть ничего ссылка я на это оставлял на что именно на этот на это видео на этот раздел на форме есть в кроме лос-сантос а да все отлично отлично так едем дальше правило корнирование корнирование у нас делится на скажем два типа по коду 10 на 0 то есть просто выйти на связь при патрулировании города или при погоне по коду 10 на 0 вы просто называете можете записывать на бумаге на самом деле многие так делают это реально помогает собственно что вы должны сделать вы во первых называете свой юнит во вторых свое местоположение третьих ситуационный код приведу пример 1 1 рука эскаланты западное направление код 1 больше ничего там не надо найти направление допустим какое-то карту надо сказать карты с районом у тебя нет а и есть тема короче в кирпиде посмотри просто в кирпиде там есть полезные модификации или чё так короче смотри там есть короче очень удобный худ только 4 то ли около того у него карта огромная и там автоматом есть направление причем русскими буквами и надо надеть над этой картой название района еще пишется такой канал компаний по-моему базар с компанией да можно да нормально можно посмотри по списку запрещенных модов нет ли там его стерео трубоскопы запрещены стробоскопы не запрещены так как они отображаются только у тебя простые стробоскопы или там мигалки все красиво которая на джи наш на джей на эльпире а на канал переключается они запрещены или они разрешены мы их используем да все красиво у меня они лично например есть короче менюха сверху карты вылазить да да все отлично все работает просто есть стробоскопы которые регулируют только фары по их включению моделька машины ремонтируется моргать более мигалки да на f10 ускорение да 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 но эти просто так довелось виние далее карнирование при погоне собственно все так же но примерно почти так же вы сначала называете свой юнит это понятно далее следует код 155 то есть виду погоню код 1029 то есть описываю приметы нарушителя и начинаете передавать приметы нарушителя типа движется на таком-то авто такого цвета и если есть особые предметы нарушил то-то то-то и тут ваше местоположение то есть движется по такому-то району или трассе такой-то таком-то направлении и далее ситуационный код 3 4 в основном 3 требуется помощь 4 не требуется помощь ну желательно использовать код 3 чтобы активизировать работу в принципе юнитов это обычно обычно это только используется в усиленном патруле города будьте когда будете вторым рангом вы будете на водителе гонять и смотреть как это проводится просто потому что он третьем ранге штрафы открываются обычно типа парни кола и стран штрафы раздает но это понятно я думаю на третьем ранге уже буду вас наверно садить если сам все будет плохо думаю вы быстро схватить и все будет нормально работать ну и секунду я еще не закончил и далее постоянно снова район направления ситуационный код район направления район направления район направления ситуационный код до перехода в код 1055 106 либо код 404 то есть пока вы ведете погоню постоянно каждый каждую секунду желательно вообще без перерывов ваше местоположение и направление движения если вы едете например западном направлении и человек просто повернулся код 10 9 преступник свернул на такое-то направление и продолжаете так до наступления момента это перехождение в трафик стоп повышенного риска либо трафик стоп либо преступник сейчас поле зрения к 14 по 44 по 14 вот так теперь вопросы вопрос на счет того это почему ну допустим водитель не может водитель не сидит его напарник типа не идет ну типа что быстрее да чтобы в случае если он начнет удирать не бегать полчаса не заводить двигатель а сразу спокойно поехать прошу прощения на фальса сорвался и еще вопросы нет но имею ввиду то что так напарник ведь же правы получается сидит на месте который смотрит в смысле есть водитель есть напарник который сидит справа от водителя на переднем месте водитель сидит в автомобиле и готовится дать в случае чего деру но ты говорил всегда типа правая это правый человек типа сидит нет я говорить тут типа водитель сидит и напарник действует водитель он только водит все остальные функции выполняют его напарник который сидит справа от него мама да на месте координатора вот координировать обычно будет третьие координировать будет координатор сред耶 не только на Dominick который сидит справа от Водителя все остальные эээ Vodитель выполняет только вкуп с Уводителя все а остальное все делает в экипаже координатор который сидит справа от Водителя на переднем месте в случи если найдете мы третьего лицо то она просто её 명it Найджуи, прошу прощения за выражение И участвовать там В 10-6-6 Ну и подобных из ряда вон выходящих случаях В основном это курсанты, которым интересно Посмотреть на это все просто И все А так мы просто будем вводить Новые юниты Чтобы все рассаживались под веб На наш взгляд это более-менее идеальная Оптимальная, скажем, схема И еще вопросы? Как часто, допустим Надо спрашивать разрешение Когда выбираешь авто себе Или нет Смотрите, находясь на курсанте Желательно, но не обязательно Я имею ввиду не на курсанте Там не спрашивайте, просто идите Спокойно в патруль И все Просто вы в патруле, у вас доклады Каждые 10 минут И начинается с того, что Вы выезжаете из гаража, делаете доклад Ну обычно у всех И соответственно мы уже понимаем Да, что находится в патруле Такой-то юнит Все хорошо Ну и все По лекции по проведению Корнирования Трафика-сапа Трафика-сапа Риска-вопросы еще будут пока? Нет А, отлично Закончили с ним Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!